Хей-хей-хей, с вами снова Соня, и мы продолжаем знакомиться с фразовыми глаголами, которые используют предлоги into и out of, внутрь и изнутри. В предыдущем видео мы брали один единственный глагол get, соединяли его с нашими предлогами и получали всякие разнообразные смысловые комбинации. Если вы это видео не смотрели, то, пожалуйста, посмотрите его, потому что оно даст вам возможность понять базовое значение этих предлогов и настроиться на понимание фразовых глаголов с ними. А если предыдущее видео вы смотрели, то с get into, get out of вам уже все понятно, но что же получается, если поставить вместо get другие глаголы? Батюшки, что же это сейчас было? Давайте разберемся! Давайте прямо сейчас впрыгнем в эту тему, погрузимся в нее незамедлительно. Вы это выражение наверняка слышали? Нужно мыслить нестандартно, дословно вне коробки. Нужно выкарабкаться из русскоязычной системы мышления. Выкарабкаться, clumber out of something. Настройте себя, как радиоприемник, на настоящее истинное значение английских предлогов. To tune yourself into something. Настроиться на что-то. No worries. Спокойно, без паники. I'll ease your way into it. Я вас плавно, спокойно, безболезненно в это введу. To ease somebody into something. Но не спешите записывать и зазубривать все эти выражения прекрасные, потому что знаете что? Потому что это даже не фразовые глаголы, это не какие-то устоявшиеся выражения. Я их просто придумала, следуя законам английского языка. И вы так тоже можете. Вот вы знаете слово jump? Ну, конечно, знаете. Поэтому можете сказать let's jump into the topic. Давайте впрыгнем в эту тему, ворвемся, погрузимся в нее прям стремительно. Знаете слово climb? Лазать, забираться куда-то наверх. You can say we need to climb out of poverty. Нам нужно выкарабкаться, выбраться из нищеты, наверх. Climb out of. Или слово dance. She danced into the room. Она ворвалась в комнату, танцуя. В танце ворвалась в комнату. Danced into the room. То есть весь смысл фразового глагола заключается в предлоге. А глагол сам по себе вы можете подставлять практически любой. Конечно, какие-то фразы звучат лучше, какие-то хуже, какие-то более поэтические, какие-то чуть вычурные слишком. Но вот этот инструмент, он у вас уже есть. Всего лишь в виде двух предлогов. Into и out of. И вот этих предлогов и фразовых глаголов не нужно бояться. Их нужно использовать и узнавать. Узнавать в текстах, в музыке, в видео. Кстати, все эти материалы вы можете найти на Puzzle English. Ищите ссылки внизу и регистрируйтесь, используйте, учите английский. Сегодня же я хотела дать вам еще один шаблон, как использовать into и out of во фразовых глаголах. Уже другие глаголы сегодня берем. Готовы? Погружаемся. The hairdresser almost talked me into dyeing my hair green. Luckily, my friend was there to talk me out of this silly idea. The hairdresser, парикмахер, almost, почти, talked me into, вговорил, то есть уговорил меня, что сделать? Dye my hair green. Покрасить волосы в зеленый. Кстати, ребятки, запоминаем. Dye – это вовсе не умирать, это окрашивать волосы, красить волосы. Dye – пишется в одном случае why, в другом случае I. А вот в этой форме dyeing вообще одинаково, так что отличаем только по контексту. Итак. К счастью, моя подруга была там и отговорила меня от этой дурацкой затеи. Снова парные выражения. Вговорить – убедить кого-то что-то сделать, разубедить – отговорить кого-то что-то делать. И опять я напоминаю вам, что нужно представлять эту ситуацию, в данном случае окрашивание волос зеленой, как какое-то пространство, в которое человека можно вговорить и выговорить его оттуда, используя соответствующий предлог. Запоминаем? Поехали дальше. Есть чудесное слово cheat – это обманывать, надувать, жульничать. Его тоже можно соединить с into и out of. Получаем. Моя девушка обманным способом пытается заставить меня на ней жениться. А вы говорите английский примитивный, чёртус два. Если есть cheat somebody into something, то есть и cheat somebody out of something. Мне плевать, если ты заберёшься деньги, отец, ты не заставишь меня жульническим способом не жениться, отказаться от женитьбы на женщине, которую я люблю. Давайте ещё пример, чтобы было яснее. Они каким-то обманным способом вытащили из неё деньги. Ну, то есть, развели её на деньги. Ты жульническим образом не заставишь меня принять свои коммунистические воззрения. И не пытайся втянуть меня в это вопиющее преступление. Как? Вы не знаете, что такое to commit an egregious offense? Ну, тогда вам надо посмотреть моё первое видео. Да-да! Отдохнёте заодно. Итак, cheat somebody into something, cheat somebody out of something. Жульническим обманным образом кого-то во что-то втянуть, или наоборот, вытянуть из кого-то из чего-то, заставить или отговорить что-то делать. Запомнили? Продолжаем. Кстати, есть ещё слово trick, оно означает примерно то же самое, что и cheat, но как по мне, так оно немножко добрее. Ну, например, можно сказать Я надул своего племянника, заставил его поверить, что он инопланетянин. Ну, вот, разыграл его немножко. Соответственно, есть Наконец, последнее на сегодня с глаголом to buy – покупать. Логику, я думаю, вы уже поняли. Она подкупает медиа, СМИ, чтобы они рекламировали, как-то продвигали её компанию. Купить, откупиться, то есть замотивировать кого-то что-то делать или не делать деньгами. Ты не купишь меня, не сможешь взяткой меня заставить держать рот на замке. So, that's how it works. Вот так это работает. Чувствуете, что мы уже вышли за пределы всех этих ужасных табличек, всех этих списков фразовых глаголах, которые нужно учить? Имея в своём арсенале всего лишь два предлога – into и out of – мы уже можем составлять свои собственные фразовые глаголы, свои собственные выражения. Может быть, не супер распространённые, но абсолютно верные с точки зрения грамматики и понятные для носителя. Польстить, напоить, приласкать, развлекать кого-то с какой-то целью – все эти выражения можно передать через соответствующий глагол и предлоги – into, out of. Важно! Помните, пожалуйста, что вам нужно представить эту ситуацию как какое-то физическое, материальное пространство, в которое можно войти и выйти из него, погрузиться и выгрузиться. Ну, скажем, what's the English for? Как сказать по-английски? Он напоил её, чтобы она сказала да. Напоить – это get somebody drunk. Второе предложение. Эта новость потрясёт мир, так что он пробудится ото сна. Дословно, эта новость вытрясит мир изо сна. И третье. Успех польстил ему настолько, что он поверил, что может всё. Льстить – это flatter, если кто не в курсе. Попробуйте перевести все эти предложения на английский, используя предлоги into и out of. Свои варианты перевода оставляйте в комментариях, ну и не забывайте подписываться и ставить всякие такие приятные штуки. С вами была Соня, это канал Puzzle English, and всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok